ну что ж сегодня 27 октября вторник московское время почти 18 чуть больше 18 00 ну почему очень содержались но это все как-нибудь будем говорить по техническим неполадкам но у нас программа как обычно вот самое время вечерний год декан я каждый вторник 18 00 с распростертыми объятиями жду у нас в гости в эфире какого-нибудь любимого для зрителя гостя вот на этот раз на сегодня это тоже любимица я вам скажу и очень талантливая интересная веселая и самое главное очень добрая да 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 очень добрая и всеми любимая лакская исполнительница ульзана максудова ульзан добрый вечер добрый вечер пати добрый вечер всем кто сейчас нас слушает и доброго вечера всем желаю вот так вот прям как дела у нас да вот скажите мне ульзана вообще-то хочется узнать как вообще вы к нам добрались нормально честно сказать не ожидала но спокойно вовремя успела как как никогда пробок нет ничего были пробки но странно что успела честно сказать неожиданненько да ну да ну я напомню нашим радиослушателям и конечно же телезрители в новом формате телезрители вместе с нами рядом можем им даже помахать как говорится но нашим радиослушателям напомню что к нам можно дозвониться на номер 93 104 и 8 мы конечно же наш музыкальный самос портал 5 5 3 3 спамят касса в начале текста сообщений это наш музыкальный самос портал где мы можем принять не только телефонные звонки но и зачитать ваши пожелания вопросы может быть какие-нибудь претензии ульзаны максу давай но все же может быть ульзана конечно все может быть я больше жду претензий чем даже что-либо ну вот ведь уже ульзана готова поэтому можете смело звонить и смело писать я хочу спросить ульзан ну и все-таки мы собрались для того чтобы наши радиослушатели вновь услышали тебя один раз ты уже у нас была на программе по моему мы так по добренькому посидели поговорили ты нам рассказала ну так как мы в новом формате и наверно мы начнем немножко как бы заново да все вот с первых вопросов ульзан сколько лет ты поешь 7 7 лет 7 лет на прибой ну а так я пела с детства я тоже говорила ульза ну то что говорила это было раньше первого основы радиослушатели же вы повторить да конечно с памятью не особо важно но все что говорила не вспомнил да по ходу дела может быть что-нибудь добавлять ульза ну вообще как получилось знаю что ты зубной техник вообще все это знают сейчас никому секрет не открыла если честно все об этом знают ульзана максу то у нас зубной техники правильно же говорю да 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 и я знаю что и это твоя любимая работа ты очень скрупулезно очень ответственно относишься к своим клиентам пациентам больным да как правильно пациентам я их очень люблю да точно так же как ты относишься к искусству вот скажи мне как получилось вот это вот разделение вот такой серьезной очень для меня серьезной профессии попасть не серьезно шоу-бизнес я не могу сказать мне язык не поворачивается сказать не серьезно сказал а как попала к нам шоу-бизнес вот расскажи пожалуйста ну как сказать как 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 честно сказать можно сказать я начал вообще петь причем стать зубным техником я вообще с детства пою это была моя мечта петь а зубным техником стать тоже была мечта нет я ненавидела эту профессию вначале меня просто отправили сказали надо иди работа и вот в один момент я как-то так поняла что я очень сильно люблю свою профессию зубного техника ну вообще вот бывает такое что те пациенты которые пришли узнали в тебе исполнительница знаешь как бывает хватит бывает так я забываю на своей работе что я поют уж они когда приходят улыбаются вот там видели тут видели слышали или что-то как-то вот интересно и приятно ну конечно нам всем приятно когда нас видят по телевизору и узнают правильно же само по себе это всегда было приятно ну хочется спросить вот зритель и пациент для тебя отличается вот как человек который который вплотную имеет к себе отношения зритель на концерте там по телевидению до радиослушатель и пациенты ты как-то разделяешь кого-то знаешь я всегда я всегда стараюсь угодить и и пациентам и зрителям не одновременно хочется угодить и по своей линии зубы технической и по шоу-бизнесу скажем ну хорошо отодвинемся в сторону от твоей работы и плавно начнем двигаться в сторону вашего шоу-бизнеса что ты достигла за семь лет расскажи что у тебя было за семь лет чем ты довольна вот за семь лет на сцене какими моментами ты в своей жизни довольна то что касается шоу-бизнеса я вот всегда говорю наверно еще раз скажу вот ощущение что нахожусь на сцене тот момент когда выхожу на сцену это 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 неповторимо это ни с чем не сравнимо на самом деле я хочу вернуться к технической работе это точно так такое же удовольствие когда ты видишь что то что ты сделала шикарно получилось я не говорю что это у меня там шикарное выступление но на самом деле они как-то я сравниваю эти моменты ну а бывает такое что ты осталась недовольна конечно всегда вот чем вот смотря на себя телевидение телевизор да заряна себя ты чем ты можешь быть недовольным я просто ноги но например пением пением тоже не можешь быть недовольны если тебе что-то не понравилось тебе надо было бы все это обсуждается звуковиком правильно же с аранжировщиком вот чем ты можешь быть недовольным ну я нахожу в себе причины нахожу в себе всякие моменты которые можно было бы сделать получше я стараюсь на следующий раз сделать это как бы более лучше не знаю получается это или нет а вот хорошо говоря уже об выступлении я так понимаю что первое твое выступление которое ты можешь сказать что плана большой вступила на большую эстраду правильнее будет надо было семь лет тому назад ну за концерт этот у вас 5 ты пропустила 5 цубарзов представляешь не прощу себе то есть где ты была до пяти цубарзов тем более это такой большой громоздкий проект медиахолдинга прибой была замужем ну вот так надо все рассказывать конечно же была замужем не было возможности правильно нет я даже не думала и сейчас я уже и не надеялась уже как-то когда вышла замужем уже куда-то улетучились эти мечты желание выйти на сцену и петь вот она женская женская судьба мечты до замужества и мечты после замужества до замужества мы мечтаем о чем-то таком облачном добрым интересном а вот после замужества уже я так понимаю что все идет к тому что ты уже думаешь о бытовых каких-то момент там уже другое там уже даже даже не до этих моментов до этих как будто что ты мечтала до замужества ну лично у меня так ульзам вот скажи мне вообще как твоя семья относится к тому что ты являешься исполнительницей лакских песен мои русских тоже и русских тоже но я скажу так вот честно сказать чтобы я пела мечтала моя мама это была ее огромная мечточка можно сказать я всегда говорю что я счастлива что я смогла исполнить мечту моей мамы даже не свою мечту а мечту моей мамы а вот то если мама так мечтала чтоб ты пела уж там почему она тебя сразу не отправила в музыкальное училище в культ просвет училища ведь есть куча таких моментов где-то реализовать своего ребенка но на тот момент это было нереально потому что как сказать дядя и ее брат маме брат забрал меня с селень это было с девятого класса в одном платье в котором я дома была вот так за руку взял посадил машину и сказал у вас еще две дочки и знаймитесь ими а ею я я займусь а для дяди это то что это была закрытая тема для меня ну вообще-то мне кажется в дагестане все мужчины как-то может быть неправильно относятся к этой профессии профессии певицы будем говорить артист ну да я это мне кажется что просто мужчины как-то на этом зацикливаются им как-то может быть у них свои какие-то ассоциации я не знаю но мне хочется вот обратиться сейчас ко всем мужчинам у кого есть талантливые дочки сыновья у кого действительности дети рождены для того чтобы радовать людей о вас очень прошу не относитесь так скептически я думаю что жизнь на жизнь надо смотреть проще и дайте развиваться своим детям они все равно к этому вернулись конечно если я считаю что у человека есть желание и он живет этой мечтой это обязательно будет заводу яркий пример этому нашу ульзанам аксудова это же надо вот так бояться дядю не маму не папу это надо вот так бояться и дрожать от него но все равно сделать то что дачу мечтал ну а я вам скажу наверно открою сейчас такой секрет может быть не секрет но мы с ульзаной максудовой не работают тоже очень дружим и я очень хорошо знаю ее семью сестер маму мы бываем в гостях и я всегда видела радостные глаза мамы когда мы видела выступление своей дочери по телевидению ну это да да вот две остальные сестры не захотели пить или просто таланта нет но они совершенно другие люди одна из них это рожденная учительница а другая у нас домохозяйка надежда крупская да другая домохозяйка у меня не трогайте я вас не трогаю все что нужно я сделаю но меня не трогайте ну а я скажу так очень хорошо что в этом в этой семье есть талантливый человек и это ты ульза очень хорошо мы сейчас должны будем с вами прерваться на короткую рекламу я думаю что ульза ну давай послушаем песню раз уж в твоем исполнении так значит я думаю что песня желаю счастья одна из моих любимых песен и вот прямо сейчас прямо здесь мы сейчас послушаем далее блог полезной информации рекламы и мы конечно же с вами вернемся напомню у нас в гостях замечательный человек ульзанна ну а мы продолжим нашу программу я хочу всем вновь напомнить что программа вечерний гудыканы у нас в эфире лагская исполнительница ульзаном максудом и ну и тем кто только что к нам присоединился ульза ну давай продолжим расскажение пожалуйста что нас ждет впереди просто я знаю что ульза нам ездила как говорится в гости в соседнюю республику в соседнюю нему азербайджан по-моему ты ездила нет давно не ездила но ты очень много ездила туда я знаю и они работали столько времени прошло я все уже забыл я вам всем расскажу зачем ездила ульзана максудова в азербайджан она ездила к одним из самых наверное талантливым людям на северном кавказе которые вкладывали в нее и учили ее правильному исполнению правильному поведению как я понимаю да если провести халилов там да и вокалист и что случилось ничего я просто не получается сейчас ездить просто поэтому как-то обижена на себя а связь поддерживаете естественно конечно переписывать на праздники мы поздравляем друг друга и как бы себя здесь конечно и в планах больше поехать нет пока как же еще время нет азербайджан нет ну хорошо что планируется но у нас у меня в планах четыре песни я записываю потихонечку готовлю их так еще в планах планов много честно сказать потихоньку я думаю что я все время на сегодня это записи новых песен вот я знаю что у каждого исполнителя бывает у свои определенные аранжировщики с которыми им удобно работать такое бывает вот скажи пожалуйста если у тебя такие аранжировщики с кем тебе удобно тебе комфортно тебя устраивает все что они тебе делают этом стиле записи голоса записи клавиш там я не знаю звуков вот объясни мне если такие люди у тебя которые тебе действительности располагают вот последний год полтора я работаю вот с ростом мы его называем называемый ростом хас хас резкий вот честно сказать говорят что он сложный сложный для меня он очень доступный очень даже мне нравится с ним работать лично меня он никогда не подводит и я его понимаю у меня тоже на данный момент вот так ну хорошо но если есть такой человек с кем легко конечно работать а ну двигаемся дальше ульзана расскажи мне мы почему-то не наблюдаем тебя в последние время не обязательно не наблюдать тебя по телевидению я не наблюдаю твои новых песен у нас в эфире потому что все новое появляется сразу у нас да за последние полгода у меня не было новых песен я сейчас исправлю ситуацию принесу вам сразу две новых так ну а я хочу еще знаешь спросить вот эти полгода это было что творческий кризис скорее всего время нежелание работать вот все что ты перечислила вот . попала ну людям присущий иногда уходить в депрессию и может быть нехорошее настроение влияет на твои вот я вот сейчас скажу никто не проверит на самом деле и семья куда-то вот приглашали вот в последние полгода я нервничала не хотела идти у меня не знаю грубо будет сказано такая вот истеричное состояние было не хочу идти просто не хочу идти я сама себе не могла ответить на этот вопрос зачем почему ну просто такое состояние все исправилось все стало лучше или все еще на том же уровне уже два месяца как я в себя пришла я себя прекрасно чувствую что я даже боюсь спросить почему эта ситуация вообще получилось ну ты пропустила момент что я сказала что я сама себе даже не смогла ответить на это вопрос я считаю что сейчас это ты сейчас просто не хочет нам об этом говорить на самом деле вот может быть было с чем-то связано не знаю много чего было то есть в твоей жизни прошу произошли большие перемены или какие-то события которых мы не знали застой вот как называется большой застой вот теперь мы вечно начали называть своими именами ну да да ну а хорошо если мы говорим с тобой о том что ты готовишь четыре песни у тебя хороший репертуар очень много хороших замечательных песен мы вскоре мы сейчас будем очень красивый дуэт мой любимый один из моих любимых дуэтов где-то через минутку-две услышим я просто хочу спросить где планы на сольный концерт где вот это вот эйфория точно ты ответил на мой вопрос так где она будет или не будет ну и шалах как почему-то твои слова я вспоминаю когда о сольном концерте мои слова которые ты говоришь всегда сольный концерт надо делать весной да я всегда считаю вот я не знаю почему но мне всегда кажется что весной нужно делать сольный концерт я не знаю с чем у меня я даже я даже как-то ну хотела до нового года думаю нет патя сказала весной вот сейчас вот как бы заложено надо делать весной если даже захочу не не хочу рисковать вот по моему зря я разбрасываю с такими вот фразами может быть не зря я думаю что может надеюсь что дай аллах что было не зря потому что я почему-то всегда считаю что весной хочется ходить на концерты это такое настроение это сама погода говорит о том чтобы выйти пройтись погулять это посидеть да вот ну для меня это вот после новогоднего застоя вот весна это как раз таки прямой трамплин мост сольному концерту по мне так пальцы скажи пожалуйста вот сегодня дождь на улицу у тебя что плохое настроение ты знаешь у меня может быть плохое настроение но когда я сажусь и начинаю работать она улетучивается но я могу снять наушники выйти отсюда и опять уйти в какую-нибудь депрессию не опять может быть отсутствие настроения но когда я сажусь сюда не не мои проблемы тоже заканчиваются я тебя понимаю вот поэтому ну раз так сольный концерт у нас мы ожидаем весной мы сейчас правильно я не буду уточнять какой весной как раньше говорили увидимся в понедельник непонятно какой понедельник так и сейчас обязательно конечно же хочется уже почувствовать что ты дала сольный концерт я думаю что мы друзья которые рядом с тобой будем находиться сразу увидим отсутствие депрессии на пять лет это точно да да потому что сольный концерт это такое событие это как рождение ребенка в семье большое дело да это очень доброе и хорошее теплое дело ну что послушаем песню еще туда ульзан макс уже твою любимую да уже мою любимую между прочим я вот таких такие часы поступаю немного эгоистичные я слушаю то что я люблю я ни у кого не спрашиваю кто что любит я слушаю то что я люблю в действительности красивый дуэт очень талантливый парень абдул мурадов очень тепло и добро к нему относимся очень любим его как человека как артиста вот несколько лет тому назад это два года если я не ошибаюсь да три года тому назад ульзана макс удова я думаю радов решили спеть дуэтом и у них между прочим неплохо получилось красивая любовь называется песня я всегда говорю ну а чем можно так красиво петь а любим о родине и о родителях вот прямо сейчас песня о красивой любви делайте громче ну что мы продолжим нашу программу у нас время уже московское 18 44 у микрофона потемат алиева программа вечернику декана и в гостях у нас ладская исполнительница ульзану макс удова ну мы уже с тобой около 40 минут в эфире да ты меня за эфиром поругалась ты мало разговариваю теперь я буду разговаривать разговаривать разговаривает а теперь тогда а ульзан ты знаешь а вот мы прослушивая с тобой дуэтную песню это моя любимая песня да я еще раз повторюсь я скажу вот так все-таки артисты когда поют сами до соло это одно когда они поют в паре в дуэте это совсем другое вот скажи мне каково пить трудно петь в дуэте или все таки это также спокойно и получается как и сама когда исполняешь песню на 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 двойне как-то приятнее даже приятнее да ну я знаю что это не один дуэт у тебя же по моему и джамалом абакаровым езду и да ну вот что подвинула тебя джамалом абакаровым написать дуэт ну мне кажется никто не отказался бы с ним спеть в дуэте из наших исполнительниц исполнителей да и из дагестан из дагестанских тоже скажу так все-таки мама моя его очень сильно любит так как я сама тоже очень сильно и уважаю люблю этого человека и мама когда однажды сказала ты не хочешь попросить у него чтобы он спел с тобой подойти песню я говорю мам я скажу в общем мы если честно сказать а там позвонил и а там попросил а напомню всем кто такой адам это наш музыкальный редактор диджей радио прибой и продюсер музыкальный режиссер концертов можем бесконечно перечислять и для нас на дома то конечно же это адам будайгила да а наш общий общий очень хороший друг незаменимый друг дай ну ты знаешь если адам позвонил и попросил или предложил правильнее как будет сказано да значит адам понимал он он очень в этом разбирается мы с тобой прекрасно знаем что понимал что дело нормальное и что дуэт может неплохо получиться ну хорошо назови нам самое запоминающиеся выступление которое у тебя было за все семь лет на сцене и чем же она тебе так сильно запомнилась ну я думаю что это самое первое самое первый выход циварс 5 как-то это больше волнение ну то наверное самое запоминающее наверно было а вот сейчас тоже есть волнение когда выходишь всегда конечно ну вот почему скажите мне почему сюда бывает волнение не привыкли за 7 лет не привыкла петь на сцене нет волнение бывает перед тем как выйти а когда ты уже ну я уже когда выхожу туда уже все все эти три или четыре минуты это все это все мое это и весь зал мой сцена моя мне у меня это никто не отнимет вот этот вот эти мои четыре минуты или три минуты да сколько там длится песня ну а хорошо я сейчас даже не могу тебе спросить понимаешь это не можешь выразить чувства что же ты чувствуешь да это очень да я не могу а что ты чувствуешь после выступления это зависит от того как меня встретить встретили как меня проводили наши любимые наш любимый зритель скажем после выступления есть удачное выступление конечно шикарное настроение это где-то на неделю на месяц остается вот это вот ощущение все чё чё мнение для тебя очень важно в твоем деле мнение каждого человека пустовый ребенок или что взрослый человек или же средних лет не всех людей кто смотрит даже вот в интернете вот напишет что-нибудь плохой ну не то что плохой вот человек захотел вот свое высказать пусть оно будет неприятным но это его мнение мой адрес или в адрес любого человека который выставил свою фотографию или свое выступление и лишь там чтобы это не было ну как можно на это обижаться на это как-то нужно смотреть с другой стороны и как-то вот может попытаться исправить вот эту вот ситуацию или же скажу так вот замечание как-то вот принять правильно то есть агрессии тебя не вызывают вот такие высказывания как это можно агрессию вызывать это неправильно я считаю что неправильно и внутри не сидит и в тебе вот что он себе позволяет нет что он себе позволяет вот именно не сидит может быть какое-то время я впадаю какую-то маленькую депрессию думаю нет надо как-то исправить ситуацию так как чтобы дальше чтобы не говорили мне вот так ну да получается это у меня или нет но стараюсь ну хорошо раз ты уважаешь любое мнение своего слушателя зрителя это конечно хорошо ну а как ты относишься к соц сетям ты вообще как ну у меня есть страницы давайте перечислим какие у нас есть где у нас есть все началось с одноклассников это говорит о том что я как бы туда не захожу кажется что то есть потом ну как самая популярная инстаграм хотя этим не болею честно сказать ну и все наверное фейсбук да извините а что осталось я сегодня вечером посмотрю и отвечу следующий раз что осталось ну конечно же я скажу тебе так более того что мы я не очень часто наблюдают тебя в инстаграм нет я не болею этим честно говоря я за всеми своими друзьями очень хорошо слежу я пытаюсь наблюдать держать я наблюдаю да я наблюдаю я не вижу что ты наверно ощущаешь что я наблюдаю да 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 по лайкам да как говорится по быть самым как говорится комментариям я конечно понимаю что у лизана была сегодня жива здорова все нормально ну мы знаем что у тебя скоро будет большое событие мы в курсе что все-таки для нас для всех наверное самое главное конечно семья и дом мы знаем что дело идет почти к середине я так понимаю да ну 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 да ну да скажи мне сколько сил этого тебя снимает сколько времени может быть это и был твой застой потому что очень много сил и внимание отдала той самой строительству своего очага ну вот вы знаете люди я скажу вам так это так тяжело это так вот невозможно тяжело я не знаю плате мне удовольствие это все то есть ты имеешь ввиду стройка вот это все наблюдать за этим да 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 ну я понимаю что это финансово тяжело но нет сегодня сиди спокойно будет завтра до кузыну сделаешь так а что из себя выходить не знаю я как-то так может я как бы психологически себя настроила на это и как-то на это так смотрю то есть у тебя нет никакой а что если даже это будет что то просто депрессия и все лишняя депрессия ни к чему не приводящая ну да ну расскажи нам на каком уровне все это я давно не была в той стороне у тебя расскажи нам на каком уровне на какой ступени твоего ну как тебе сказать я всем говорю я подняла дом на метр так что можете прийти посмотреть на это чудо ну зато это целый твой метр да да честно это как бы вот я смотрю пусть это будет метр два метра три метра да вот я не знаю это очень радует что это ты сделал что это у тебя получилось я знаю что и получится тоже придет такой день что вы все придете ко мне не шла на новоселье да не новоселье просто заселиться поможете заселиться поможете мне заселиться заселитесь сами тоже вместе со мной вы же знаете что я вас люблю ну мы знаем что ульзана очень гостеприимная добрая интересная веселая и ну что я думаю что завершим наверно ближе к завершению последней музыкальной композиции и уже начнем ульзан прощаться ну раз мы говорили о любимой песне твоей мамы любимом дуэте вот ульзана максудова и джамал абакаров песня называется о родине вот с авдула мурадовым они исполняют про красивую любовь а вот с джамалом абакаровым а красивой и любимой родине давайте ну что же время уже подошло ближе к завершению совсем немножечко времени у нас с тобой осталось ульзан хочу вот ты знаешь что нам с тобой было весело и без телефонных звонков но у нас были смс послания ульзане максудовой огромный привет она молодец и когда поет дуэтом и когда поет сама вот так вот спасибо а есть еще одно смс сообщение ульзик привет кто-то меня на кто-то тебя называет еще так же как и я заразила весь дагестан я тебе открою секрет многие меня так называют да все ну что ульзан я наверно мы не затронули единственную тему которую хотелось бы затронуть это тема твоего сына ну я думаю что мы затронем ее в следующий раз просто пусть сегодня для всех станет станет останется все за эволюрованно сколько лет кто не знает какой школе чем занимается чем интересуется пусть это для всех останется на данный момент секретом у нас я думаю что мы с тобой еще не один раз увидимся на передаче и мы посвятим целую передачу этому замечательному мужчине которого зовут арслан между прочим как меня зовут не арслан меня зовут аслан даже здесь я не права на что ульзан я думаю что в завершении нашей программы мы я все наши радиослушатели и зрители все хотим пожелать тебе творческих успехов спасибо женского счастья спасибо счастье такого как чтобы ты была счастливая мама чтобы у нашего аслан чека глазки горели только от счастья блестели ну что хочется пожелать чтобы все что то что в тебе есть чтобы его смогла из себя вытащить чтобы ты смогла всем показать на что ты способна что ты можешь какой у тебя большой потенциал в этой жизни что ты сильная стойкая интересная хочется чтобы все знали что это не просто ульзана которая нежно разговаривает и улыбается мило нет да очень даже стойкая очень с волей характера я вам скажу человек ульзан творческих успехов в честь и здоровья тебе и тебе и твоей семьи и самое главное маме маме спасибо большое хочу попрощаться со всеми спасибо вам большое друзья я так как я недавно столкнулась с тем что я хочу очень сильно пожелать всем здоровья самое главное чтобы все были здоровы остальное все на самом деле прибудет тебя тоже большое большое спасибо что ты не забываешь нас других что радуешь весь дагестан спасибо дорогая тебе тоже здоровье твоей маме тоже мы тебя любим ну что спасибо огромное мы тебя тоже очень любим моему момент там на страже стоит слушает так что ты больше и огромный тоже день всем хорошего настроения счастья здоровья и пусть у каждого в семье не не касаемо от национальности у ту эмоционального состояния у тут жизненной позиции в семье всегда будет все хорошо и замечательно мы с вами прощаемся говорим вам пока пока услышимся обязательно следующей программе ну что ж живите смирно и счастливо